В ходе мероприятия шла речь о пресечении несанкционированных свалок на дачных участках и вдоль транспортных магистралей, а также о возможности законодательного регулирования данного вопроса. Специальные операции проходили с мая по октябрь. В основном мусорят дачники, которым лень довести пакет с бытовыми отходами до ближайшего бака. Недаром операцию засада Госадомтехнадзор проводит параллельно с операцией дачники, в рамках которой проверяется содержание территории СНТ и прилегающие к ним территории, а также наличие и состояние контейнерных площадок. Самые проблемные участки возникают на дорогах, ведущих к дачным кооперативам. Цель этих операций – выявить и привлечь к ответственности лиц, сбрасывающих мусор в неустановленных местах. У нас есть положительная динамика. Здесь, что играет основную роль, меньше становятся нарушителей, количество зафиксированных сбросов мусора от раза в разу уменьшается. Общая сумма штрафов, которую инспекторы Госадомтехнадзора выписали нарушителям, составила более 17 миллионов рублей. Нарушители пойманы и говорят о том, что выписывайте и выписывайте штраф, мы все равно оплачивать ничего не будем. Есть ли у вас в этом году статистика по оплаченным штрафам? Сколько есть времени у дачника, чтобы оплатить этот штраф? И что будет, если он в этот срок не уложится? Значит, неоплата штрафа грозит, во-первых, его увеличением, если сроком не оплачен. А во-вторых, мы здорово работаем сейчас с судебными приставами, и у нас подписано соглашение. А сейчас даже делается монтировка системы онлайн, где неоплаченные штрафы сразу с судебным приставом. Они просто этим людям закрывают, выезжают за границу. Вот и все. Подвозя итог этой теме, Татьяна Витушева отметила, что, предотвращая появление мусорных навалов, инспекторы не дают испортить облик Подмосковья, оставляя его чистым и ухоженным, а значит, комфортным для жителей, как требует губернатор Московской области Андрей Воробьев. Наталья Буслаева, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.